На повестке дня впервые не старый маг, а пожалуй самый необычный смартфон из 2011-го. Это Sony Ericsson Xperia Play. Его главная особенность, одним движением он раскрывается и превращается в PSP. Насколько годный был сей девайс и что он вообще умеет, сегодня и проверим. Раз уж мы заговорили про игры, то считаю уместным озвучить немного новостей. Electronic Arts без объяснения причин выставила прайс за ПК-версию будущей Star Wars Jedi The Fallen Order аж в 3500. И мало каких геймеров устроил такой стремительный отказ от региональных цен. В ответ на это интернет-магазин GAPESTORE.RU ничего собственно не сделал. Потому что игры там и так стоят минимально и продаются со скидками до 95%. Это все равно что бесконечная распродажа. Экономьте и покупайте игры в магазине GAPESTORE.RU. Ссылочка в описании. Слухи о нем ходили задолго до выхода. Да не только слухи. В сеть еще до анонса слили картинку настоящего телефона. И сми прозвали его PlayStation Phone, смартфоном PSP, а фанаты Sony Ericsson с большим интересом ждали выпуска. Как Sony вообще додумались до такого форм-фактора могу предположить. Рынок мобильных игр набирал большую популярность. И портил продажи портативным консолям. И у многих возникал логичный вопрос. Зачем покупать консоль, если в кармане у них смартфон, на котором спокойно можно играть. И видимо кому-то в Sony Mobile пришла гениальная идея. Что если взять не самую удачную PSP GO и сделать из нее смартфон на андроиде. Думаю так и получилось Xperia Play. В сложенном состоянии он ничем не выделяется. Обычный флагман того времени. Выдают его лишь толщина в 16 миллиметров и шифты LR на боковой грани. Что смотрится довольно необычно. Но стоит кому угодно показать как он раскладывается, у того сразу рвется представление о внешнем мире. У него есть все кнопки, что имеет обычное PSP. Крестовина, геометрическое безумие и упомянутые шифты на боковой грани. А где же стики? А вот они. Сенсорные. И сразу у многих зрителей возникнет вопрос. Удобно ли на них играть, а в частности например стрелять? Нет, безусловно они хуже чем аналоговые. Но напомню, зато их два, в отличии от PSP. Помимо удивлений смартфоны вызывают приятное чувство ностальгии. Тут и любимая с детства надпись Sony Ericsson, Привет мой Т280i, и логотип на задней крышке. Вспоминаешь те времена, когда телефоны чем-то выделялись, а не были под копирку слизаны. Сделанная Xperia по старым традициям добротно. Нажимать на крестовинные кнопки очень приятно. Сами они расположены на толстой металлической пластине, внушающей то самое забытое доверие к прочности. А уж как приятно его раскладывать и складывать. Плавный ход и приятный щелчок в конце. Но главный вопрос, конечно же, во что можно поиграть на этой штуке? Sony изрядно постарались. И уже на старте владельцам было доступно 50 оптимизированных игр, среди которых Asphalt 6, Assassin's Creed, FIFA, Dead Space и даже Sims 3. Отчего завяжет 2,7% женской аудитории. Удобно ли на нем играть? Несомненно, он тонковат и в руке лежит хуже обычной PSP. Но комфорт от игры на настоящих кнопках неимоверный. Даже сейчас великий кайф сесть в метро, разложить телефон и играть в нормальные игры с сюжетами и графикой. А люди, играющие рядом в Angry Birds, сворачивают голову на это чудо. Да, стагнация мобильных игр сложно не заметить. Недавно я хотел поставить игру на свой Xiaomi и с шоком обнаружил в топе Doodle Jump. Вот настолько все плохо в мобильном гейминге. Но это еще не все. Официально поддерживаются игры с PlayStation 1. То есть репертуар Xperia пополняется такими шедеврами, как Gran Turismo, Colin McRae 2.0 и другие шедевры с первой плойки, доступные на телефоне прямо в стоке. И играя даже в эти игры, легко забыть, что у тебя в руке Android смартфон, на который установить можно все что угодно. Стоковый магазин Sony давно не работает. И скачивать игры естественно приходится с 4 ПДА. Там же можно найти эмуляторы старых консолей. NES, SEGA, Nintendo 64, Game Boy, Nintendo DS, DOS и даже PSP. Все это, конечно, заслуги операционной системы Android, а не конкретного смартфона. Но согласитесь, в старые игры намного приятнее играть на настоящих кнопках. Но это еще не все. Список игр замыкают, конечно же, тайтлы на сам Android. А это, например, все части GTA, DOS, San Andreas. Кстати, Rockstar, а где четвертая часть? Неплохой шутер нового от GameLoft. 20.48, хотя зачем вам такая казуальщина, вы же не айфон купили. Все это запускается благодаря мощному железу. Процессор 1 ГГц, ох, те времена, когда мощность измеряли частотой. И 512 МБ оперативной памяти. И это те же времена, когда встроенной памяти в смартфон было меньше, чем оперативной. Всего 400 МБ. Поэтому жизненно необходимо было иметь SD-карту хотя бы ГБ на 8. Ведь на встроенную память телефона не влезет ни одной игры. Но Xperia Play не идеальна. Ради игровой приспособленности владельцам телефона кое с чем пришлось мириться. Первое, это, конечно, вес в 170 грамм. И толщиной 1,5 сантиметра. Ради такой магической шкатулки приходилось таскать кирпич в кармане. А при своей цене в 25 тысяч рублей, напомню, это было где-то в 800 долларов, камера была хуже, чем в других Xperia, всего на 5 Мп. Экран, по отзывам, тоже менее яркий и цветастый. Кстати, он здесь на 4 дюйма, то есть чуть меньше, чем в PSP и чуть больше, чем в PSP GO. Короче, Sony на некоторых вещах явно сэкономили. Но, говоря о цене, 25 тысяч, то есть 800 баксов, он стоил только при анонсе. Уже через полгода, к середине 11 года, цена упала до 15. А некоторые смогли купить телефон даже за 10. По падающей цене, несложно понять, что Xperia Play продавался так себе. Ладно, ценовую политику оставим в покое. Сложно не заметить, что смартфон сделан с заботой. Ну, например, джек для наушников сделали сбоку, чтобы при игре кабель наушников выходил снизу и не мешал держать телефон. Да, в карман в таком состоянии его положить сложно. Но вы ведь смартфон купили не музыку, слушать и играть. И к слову про систему. Sony стоковый Android явно не оценила и перерисовала его под себя. И надо сказать, что из всех оболочек у Sony моя любимая. Впервые я познакомился с ней на X10 mini и был приятно удивлен. Они добились того, что пользоваться таким маленьким телефоном на андроиде удобно. В Xperia Play все то же самое. Дизайн интерфейса шикарен. Кнопочки, цветовое оформление, менюшки, шикарная работа дизайнеров. Сам андроид тоже вызывает некое чувство ностальгии. Ох уж эти милые ползунки, опера мини с ее функцией экономии трафика. Все это андроид 2.3.4. Прям вспомнился 2011 год. Подводя все вышесказанное, к девайсу чувствуется серьезный подход и работа над мелочами. Телефоном приятно пользоваться из-за внимания к деталям. И да, уважаемые производители, вот так должен выглядеть игровой смартфон. А не ваши жалкие потуги, на которых кроме экрана и процессора ничего игрового нету. Конечно, дудл, джамп, энгри бьёц, лопающиеся шарики. В них удобнее играть в 120 фпс. Но давать за это 70 тысяч рублей? Серьезно? Что можно сказать в итоге? Xperia Play мне очень понравился. И жаль, что он обогнал свое время. Сегодня бы смартфон явно оценили. Сколько же комментариев в сети с содержанием, вот бы Sony сделали такой смартфон в этом году. И в сети некоторое время гулял даже слух про Xperia Play 2. Но что-то слабо верится. Впрочем, Sony бывает непредсказуемо, так что главное ждать и верить. Вот и подошел к концу очередной ретро-обзор. И да, я расширяю границы этой рубрики, и в будущем вы увидите много интересной старой техники. Так что если вам понравилось, ставьте лайк и напишите какой-нибудь коммент. Это очень помогает. А если вам понравилась подача, то подпишитесь на канал. Потому что таких роликов будет еще много. Всем спасибо, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok